Между тем, выборы губернатора и другие муниципальные голосования в регионе будут проходить на протяжении трех дней. С 11 по 13 сентября включительно. Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой. Установлено, что 11 и 12 сентября пройдут досрочные выборы, а 13 число станет основным днем. При этом уже другое досрочное голосование для отдаленных территорий региона начнется еще раньше, 23 августа. Требования к организации длительного голосования такие же, что и для единого дня. С момента завоза бюллетеней на избирательные участки, а также во время досрочного голосования на муниципальных выборах, круглосуточно будет дежурить полиция. Для безопасности членов комиссии и избирателей сейчас идет закупка средств индивидуальной защиты. Тем не менее, вопросов к новому формату плебисциции еще достаточно. О том, с какими трудностями столкнутся избирательные участки, наблюдатели и сами избиратели на предстоящих трехдневных выборах, мы попросили поразмышлять иркутского политолога Алексея Петрова и ему слово. Конечно, для нас это пока некая новая система, которая принята от Центральной избирательной комиссии. Как она будет отработана в Иркутске, пока не очень ясно. Потому что, если 1 июля интересанты были все в Москве, то сейчас интересанты находятся здесь, в городе Иркутске. Поэтому возрастает, конечно, роль именно наблюдателей от всех кандидатов на пост губернатора. И кроме того, именно от них будет зависеть от того, как у нас будут в том числе охраняться бюллетени. То есть с вечера пятницы до утра воскресенья. Потому что, скажем так, это тоже очень важный знаковый вопрос, чтобы не было никаких квалификаций. Возрастает большое количество денежных вопросов. Во-первых, это для штабов-кандидатов, которые должны выделить в три раза больше денег на то, чтобы наблюдать за выборами. Ну а для тех работников избирательных комиссий, которые работают на самой комиссии, непонятно, смогут ли они за такие деньги, которые были им предложены, работать. Либо будет увеличиваться бюджет Иркутской области.